Всем привет, с вами Изора, и сегодня обзор франшизы GTO, Great Teacher Onitsuka. Конечно, я понимаю, что аниме это всем известное, но мое мнение как человека, отсмотревшего около 300 тайтлов, до этого будет отличаться от мнений тех, у кого этот тайтл был одним из первых. Начал я смотреть Shonen Gunai Gumi, или как его прозвали позже, Young GTO. Это аниме является экранизацией соответствующей манги и представляет из себя пять овашек, которые почему-то выходили только на кассетах в Японии с 1994 по 1997 год, и никак не переиздавались, из-за чего качество, дошедшее до нас, такое себе. В этом аниме рассказывается о двух друзьях, Икичи Анидзуки и Данми Рюиджи, которые побеждают всех и вся, кто встает у них на пути. А на пути им встречаются не только школьные хулиганы, но и более серьезные противники, вроде Якудзе. В общем, вроде бы тиничный Сёнэн того времени про школьников брутальных, но здесь это подано с юмором и душой. Что я могу сказать про наших главных героев? Здесь Рюиджи и Анидзука выступают наравне, и при этом Рюиджи кажется куда более серьезным, спокойным и адекватным. Да и сюжет показывает нам не только разборки, есть это любовная линия и внезапные повороты, заставляющие смеяться или грусти. Недостаток этого тайтла излишне пошлый юмор, да и пошлые моменты в целом. Самого GTO это тоже касается, но в куда меньшей степени. В общем, если пошлый юмор вас не смущает, или вы можете закрыть на него глаза, то можно и посмотреть, с учетом того, что я рассказал выше. Ну вот и пришло время рассказать про сам GTO. Great Teacher Onyidzuka. После написания манги Шонан Гунайгуми автор думал, что же написать дальше, продолжить историю или создать что-то совсем новое. Вначале он написал приквел, а потом решил продолжить историю таким образом, что один из школьных хулиганов, причем самый безбашенный из этой пары, решает стать школьным учителем. А вот Рюиджи задвигают на задний план и показывают лишь в нескольких сериях. В итоге само GTO становится хитом и одним из самых топовых и просматриваемых аниме по версиям многих сайтов. Не знаю, стало ли это для автора сюрпризом, но благодаря этому по всему миру узнали о нем и его других работах. Сам тайтл смотрится интересно и захватывающе. Я редко смотрю что-то с таким количеством серий, но тут я посмотрел это примерно за то же количество дней, за которые я смотрю тайтлы в 12 серий. А тут их аж 43. Нестандартное число. Зачастую каждая история разделена на 2 или больше серий, что заставляет тебя не отрываться, по крайней мере, пока эта история не завершится. Главное, не продолжить смотреть дальше, если сильно хочется спать. Очень много серий класса Анидзуки создают ему всякие проблемы, пытаются выгнать из школы, и они реально кажутся вначале тебе ужасными людьми. Но кроме одного, который с самого начала дружит с Анидзукой. Но каждый раз Анидзука находит свой подход к каждому ученику. Именно такой подход, какой обычный учитель не смог бы найти, и исправляет этих людей. Правда, сама концовка может и содержит нечто ламповое, но довольно глупа, по моему мнению. То, что ученики находят в конце, и из-за чего они были такими плохими, по мнению, так сложно было найти и раньше. Но говорят, что в манге концовка совсем другая, и история идет дальше. А тут почему-то решили, что 42 и 43 серии должны быть последними. Такое вот мнение по известному тайтлу в 2017 году. В общем, смотреть это довольно интересно. И не то, чтобы это обычный тайтл про школу. Скорее он про пороки людей в этом мире, и что, несмотря на эти пороки, некоторые люди могут исправиться. Жаль, что в реальности это работает не так, или нам просто не хватает кого-то вроде Анидзуки. Так что советую взглянуть, если еще не видели. А с вами был Язора, и я хочу сказать вам про колокольчик подписки. Никогда об этом не говорил, и сам не часто жму на каналах. Но я стал замечать, что из моих больших количеств подписок на многих вообще не отображаются видео. И хоть это ютубовская фигня и напрягает, но я выпускаю видео не так часто, поэтому, если вы нажмете колокольчик на моем канале, то это вам не сильно помешает. Вы просто будете там раз в неделю или в две видеть уведомления о моем новом видео. Оценивайте видео и пишите свое мнение в комментариях. Всем пока!